Здравствуйте, товарищи! Итак, сегодня ночью наш ТАСС был уполномочен заявить, сообщил на том, что для стабилизации валютного курса устанавливается обязательно продажа валютной выручки экспортеров, правда, дьявол, как всегда, в деталях, а детали мы узнаем позже. Рубль отреагировал укреплением аж на 3 рубля, вырос против американского доллара. Ну и РБК сообщает, что ЦБ поддержал меры по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, об этом уже давно говорил. Действительно, экспортеры стали выручек продавать меньше на фоне снижения курса, это вполне нормальное поведение экономических агентов. Как это скажется на бизнесе экспортеров? Упадет ли сильно их прибыль? Об этом мы еще успеем поговорить, но пока, судя по всему, на рубль это повлияло не особо сильно. Может быть, когда мы узнаем детали, ситуация будет иной. А вот на фондовый рынок мы смотрим, кто у нас в лидерах роста сегодня и кто обновляет годовые максимумы. И видим здесь в основном нефтянку. Это и Лукойл, и та же Газпромнеть. Впрочем, у Лукойла и Газпромнефти есть и свои поводы для роста их акций. Встреча с власти, с представителями Ирака, которые находятся в Москве, по новым проектам, возможно, поддержала интерес к акциям этих бумаг. Так, Минфин сообщил нам накануне, что нефтяники в октябре не получат выплат по демпферу. Условия не соблюдены, что понятно. Однако, Кабмин в то же самое время радует нас, что пока не рассматривает повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль. В этом сообщении главное слово. Наричие обстоятельств времени. Пока. Да. Ну и, наконец, ТАСС сообщил нам, что правительство обсуждает возможность использования котировок нефти Дубаи в налогообложении нефтяной отрасли. Но, как говорится, всему время. Пока мы можем отметить, что дисконт нефти той вот, которую Юрлс смесь к Бренту снижается. Что же касается рынка нефти глобального, то господин Новака сейчас проходит энергетическая неделя. Очень много заявлений было сделано. Нам сообщил, что рынок находится в балансе. Ну, понятно, что глобальный рынок сбалансировал действия ОПЕК+. И если бы не действия ОПЕК+, то цена была бы, конечно, существенно ниже. Ну, а к нам подключился как раз Дмитрий Лукашев, как я вижу, аналитик нефтегазового сектора. И мы с Дмитрием обсудим последние известия. Дмитрий, приветствую. Спасибо, что с нами. Да, добрый день. Дмитрий, скажи, вот это ночное объявление ТАСС о введении обязательной продажи валютной выручки экспортерами, как-то отразится существенно на их бизнесе? Или пока сложно сказать, или никак не отразится? На самом деле, каким-то образом это, безусловно, отразится. Но я не думаю, что это будет критически. Я думаю, что экспортеры, по крайней мере, нефтегазового сектора с этим справятся и исполняют все нормативы, которые им припишет. Насколько я понимаю, их еще нет в публичном поле правительства. Ничего страшного, в общем, для экспортеров нет. Но мы видим, что акции «Лукойла», «Газпромнефти» штурмуют годовые максимумы. Что касается «Газпромнефти», там максимумы-то вообще-то исторические уже, правда, в рублях. Почему растут вот сейчас именно эти две компании? Там поводы какие-то есть веские, помимо иракцев? Ну, я думаю, что тут две совершенно разные истории. Одна из них – это «Лукойл», у которого самая большая дивидендная доходность. Согласно нашим оценкам, она для 2023 года составляет 18%. И это просто выгодная инвестиция даже по сравнению с текущими кривыми доходностями на рынке облигаций, которые сами по себе довольно высокие. А то, что касается «Газпрома», это сток, который очень сильно андопифомил. Омеется в виду, что его динамика была значительно хуже всего фондового рынка. И, наверное, есть игроки фондового рынка, которые считают, что он должен догонять. Прошу прощения, я имел в виду «Газпромнефть». «Газпромнефть» – это, конечно, ближе к «Лукойлу». И это самая лучшая акция в нашем секторе. И мне тяжело комментировать внутридневные колебания. Но в целом то, что произошло в последний год, видится довольно оправданным. «Газпромнефть» – это единственная акция, которая произошла до кризисного уровня в долларном осчислении. Спасибо. Ну, вот давайте несколько слов буквально о том, какая ситуация на глобальном рынке нефти. Все дело в том, что много заявлений делается о будущем, о перспективах. Ну, понятно, что долгосрочная перспектива может и так получиться, может по другому сценарию пойти. В данный момент, насколько глобальный рынок находится в балансе? Можно ли так сказать? Нам довольно трудно делать какие-то очень достоверные оценки международного спроса, международного предложения. Но то, что мы видим постфактам, а именно то, что мы видим из динамики запасов не только американцев, которые являются публичными, но, скажем, в Индии или в Китае, это не совсем похоже на правду. Мы думаем, что рынок находится в дефиците и в таком прибудет на ближайшие несколько кварталов. Тут еще всех, я не знаю, кого-то удивили, кого-то шокировали. Новостью американцы накануне стало известно о том, что ExxonMobil покупает крупнейшего оператора сланцевого сектора Pioner. Ну, собственно, насколько эта сделка, на ваш взгляд, она такая знаковая? И вообще, что это значит в отрасли? Почему идет консолидация? Значит ли это, что дела обстоят не лучшим образом? Понятно, для чего это нужно Exxon. Он как бы проспал сланцевую революцию. Почему именно в этот момент Exxon стал таким крупным игроком теперь еще и в Пермском бассейне? И в целом, укладывается ли эта сделка в то, что происходит вообще на рынке в глобальном секторе нефтегаза? И почему я это спрашиваю? А ждет ли в перспективе наш рынок какая-то консолидация? Об этом иногда заговаривают. Но в рамках бреда пока и вообще нужна ли она нашему рынку? Давайте начнем с Exxon. На самом деле, это скорее предсказуемое проявление избыточной доходности американских сланцевых и просто нефтяных компаний, которая образовалась в первой половине этого года и во второй половине прошлого года благодаря высоким ценам на нет. Exxon на самом деле имеет нераспределенную прибыль в районе 60 миллиардов долларов. Поэтому он был очевидным покупателем и все ожидали каких-нибудь сделок довольно длительный период. Сейчас все ожидают, что за этим последует Chevron. И, наверное, с другой стороны, поскольку покупателем выступают менеджеры, Exxon – это компания, которая управляется менеджерами, а продавцами выступает собственниками. Собственники имеют в виду, что пионеры управляются собственником. Наверное, это дает повод к размышлениям. И Exxon не был хорошим индикатором будущих прибылей и будущего перформанса всего сектора. И, как правило, те сделки большие, по крайней мере, которые совершал Exxon, они скорее знаменовали пик, по крайней мере, в оценке компании. С этой точки зрения, мы не видим какого-то существенного изменения для операционного климата в Соединенных Штатах. Мы думаем, что компании, скорее всего, продолжат накапливать и распределять качество среди своих акционеров. Мы не думаем, что текущий уровень цен подвигнет американские нефтяные компании активно инвестировать. Это связано с довольно сложным уравнением по тому, как добывается нефть. Мы довольно долго этим занимались. У нас даже есть такой большой инструмент искусственного интеллекта. И он нам говорит, что в текущих ценах на нефть, даже до 100 долларов, резкого роста добычи в Соединенных Штатах ожидать не стоит. Что касается консолидорации российской нефтяной индустрии, то она и так достаточно консолидирована. В Америке 20 довольно крупных компаний, еще 100 мелких. У нас 5 крупных компаний, еще 15 мелких. Поэтому и добываем мы примерно одинаковое количество нефти. Поэтому операционно нет никакой причины для консолидации. Может быть, это будет каким-то образом финансовыми потребностями государства драйвиться. Но пока мы этого не знаем. Дмитрий, спасибо вам большое за ваше время и за вашу экспертизу. Дмитрий Лукашев, аналитик нефтегазового сектора, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали последние новости, а их немало. И все они очень интересные. Напомню, ждем детали по мерам, которые принимают власти в отношении возврата валютной выручки экспортерами. Ждем также интересные события у нас. Напомню, что сегодня группа «Позитив». Дивидендная политика новая будет утверждена. Ну и отчет, сезон отчетов стартует. Везде компании начинают предоставлять свои данные по результатам за последний квартал. Об этом тоже мы поговорим в следующих выпусках. Ну и еще макроэкономическая статистика. Куда же без нее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!